У каждого человека планеты Земля, у каждого жителя страны России, города Магнитогорска, свой стиль жизни. И не у каждого этот стиль жизни можно назвать здоровым. Ранним воскресным утром мы решили проверить, как можно грамотно и придерживаясь спортивной составляющей и здорового русского духа, пропагандируемого комплексом русских бань на Малиновой, провести воскресное утро. Нет, мы не сразу ринулись в бой с вениками и паром. Мы ринулись в бой с мелким дождиком, грязной землей и неуловимым мечом. Бой на небольшой поляне за только что выстроенной грандиозной боярской баней протекал активно, продолжительно и на удивление грязно. Не в смысле грубости играющих, а в смысле грязи везде, на лице, в футболках, штанах и руках. Так чем же с утра в воскресенье занимаются в русских банях на Малиновой? В русских банях на Малиновой с утра играют в футбол. Где располагается это дивное заведение, где можно и в футбол поиграть, и потом в банке замечательно попариться? Это выезд в сторону озера Соленого. В принципе, все уже знают, какие здесь баньки. Так вот, сегодня мы с гордостью представляем баню Боярскую, где я постараюсь смыть свои натруженные и учумаженные лица и руки. После первого удивления для статичного поклонника активной игры, любимой миллионами, вторым удивлением, а точнее открытием, стало посещение новенькой, только что открытой бани экстракласса. Скажем честно, весь комплекс бань на Малиновой выполнен в традиционно русском стиле и отапливаемый исключительно березовыми дровами. Баня предлагает вам абсолютно качественный и здоровый досуг. В этой же бане можно легко уместиться всем составом офиса или компании друзей. Причем за небольшой перебор, перебор в смысле количества желающих попариться, денег-то и не возьмут. Ну а для тех, кто любит индивидуальную парилку, есть, как всегда, индивидуальный подход. Так, представляю новую баню, мы представляем новое парение. Ну вообще в традициях банного комплекса и нашей работы. Это вот что-то новое, постоянное. Рекомендую всегда попробовать. Кайф. Это свежие пихтовые веники. Они закрывают меня, делают теплоизоляцию. Все, теперь самого интересного уже не замыкнуло будет. А скажем, вот еще что. В этой бане, если честно, можно париться и не одному. Так, теперь меня не видно, зато слышно хорошо. О, хорошо, как хорошо. Ничего подобного раньше не испытывал. И вообще, можно ли вот так вот плавно дожариваться? Конечно, можно. Ну и попросим немножко прокомментировать. Вот какие особенности этого парения? Ну, это парение своеобразно. Мы паримся в основном не вениками, а через веники, через простыни. Нагнетание теплого воздуха. Ощущение аэродинамической губы. Да, после футбола это вообще заагонит то, что надо. Хорош, а только упоминание. Веники позволяют мне себе чувствовать очень комфортно. Насколько дорога такая процедура? Ну, среди наших парений, это стоимость этой процедуры. А какие стимуляции кровообращения и вообще? Ну, потом я расскажу, что я чувствую. Это надо, чтобы сказал человек, который это испытывает. Вот. Ни один хамам в мире этого не повторит. Кстати, хамам, когда вы посещаете в Турции, цену вопроса я вам сейчас назову. От 30 до 40 долларов. Только вот так там не парит. И вообще баня, это исключительно русская процедура. Так можно валяться часами, если не сутками. А что потом? А потом нас ждет интересный бассейн в этой бане. Ох, хорошо. Бег подкушек. Все-таки нога посылится. Не хотелось бы... Через твой. Стави, все, рекомендую. Через тверк. Дай перехотерю. А теперь... Нас ждет особый сюрприз в бане. Боярской. Вы хотите сплавать 100 метровку? А есть такая возможность. Самый глубокий, самый большой стрит-бассейн. Кровь и всего прочего. Но я поплаванием давно занимаюсь. Практически с 7-летнего возраста. Ну что, покажу вам классический кроль. Это было быстро, конечно. Если вы хотите медленнее поплавать, то вот так вот, что спите, а у нас. Секрет этого бассейна в искусственной волне. Да. В общем, внимание на этой глубине. Итак, после 30 дней двигу такого у нас специфичного для меня виноспорона, как футбол, можно минут 10. Попал спокойно. Куда, сюда. Вот это как. В течение всей этой далеко не кратковременной процедуры остальные желающие могут провести время у уютного камина, попробовать чайные процедуры, поиграть в бильярд или просто позагорать на солнечной террасе. А в случае, если солнышко припекает, есть и закрытый от посторонних глаз веранда. Нам же хлеба не надо, нам пара давай. И таких уже привычных рук специалиста. Все, прошу. Давай, пустимым. Пожалуйста. Приколю. У нас все жизни до 15 минут. Давай. Ну, ты же, ты уже не такой подвиг. Это прием, который будет, пожалуйста. Так. Дай он. И то, границы. Кручке. Учего же не хватает. Учего. Учего. Парану. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь понимаешь, что то, что придумали жители самой большой страны в мире, России, соответственно, это просто замечательно, русские бани. То, что реализовано здесь, в комплексе русские бани на Малиновой, это замечательно в войне, в тройне. А лучше? А лучше не придумал еще никто. Ну, разве что в Екатеринбурге сделано нечто подобное. Так что у магнитогорцев и гостей города есть все возможности вот так попариться. Вообще классный индивидуальный и качественный подход к профессиональной организации здорового досуга в магнитогорске встретишь нечасто. И часто это простое выкачивание денег. Здесь гибкий подход и работа круглые сутки. Так, к примеру, в дневное и утреннее время цены на большинство услуг снижены в два раза. По умению готовить, понимаешь, здесь любят гостей. По ценам, понимаешь, что здесь отдохнуть реально возможно каждому. И после такого отдыха можно и не напрягать домашних приготовлением ужина. Да и домашние, в принципе, могут отдохнуть с вами. Да и потратите вы не больше денег, чем на поход в кино или на поездку на дачу. И уже традиционный легкий перекус. Конечно, можно и по тяжелой артиллерии. Здесь есть и шашлычок, ну и пиво, и еще кое-что. Можно вообще укатать весь стол и позволить сделать банкет, что мы, кстати, собираемся сделать со своей супругой на очередную годовщину свадьбы. Потому что, ну какая еще другая альтернатива? Есть, конечно, неплохие места. Но я сомневаюсь, что 25 августа будет стоять великолепная погода. А так, чтобы скупаться с искусственным прибоем. Так, чтобы обалдеть и не 2 часа. Ну, я наверняка сделаю подарок в качестве вот такого рукосшибательного массажа. И вот, самое главное, ничего не надо готовить. Великолепная, хорошая и легкая кухня. И вот, вот уже пошла окошечко. А скоро нам принесут и мяско. И, честно говоря, приезжать сюда на съемки для меня, ну, сплошное удовольствие. Съемки не короткие, конечно. Мы приехали в полодиннадцатого, как раз, чтобы принять участие в футбольном дружеском матче. И мои 110 килограмм, они скинулись. Потом еще скинулось несколько килограмм после парилки. Так вот, завершаем мы сегодняшний воскресный променад. В четвертом часу. А вот и горшочки пришли. Почему было решено построить столь грандиозную баню и фактически завершить строительство этого комплекса? Ответ на вопрос прост. В нашем, далеко не самом комфортном климате, возможность отдохнуть, принять термальные процедуры, попариться, должна быть у каждого. А если это хочет сделать компания и из 30 человек, то почему бы и нет? А если хочется провести день рождения оригинальным образом, корпоративную вечеринку без выезда на море, или, например, на холодное озеро Банное, то теплая и дружественная атмосфера обеспечивается именно здесь. Поговорим о цене вопроса. Сколько это стоит? Давайте посчитаем. Час бильярда, час плавания в бассейне, час массажа. Здесь, кстати, есть две массажные кабинки. Ну, или полноценные комнаты. И 350 квадратных метров, ну это как минимум. Ну что, такая банька, да? Классно сделано. Так вот, в итоге, оказывается, что все это не так уж и дорого, когда можно отдохнуть в комплексе. И в комплексе нанести мощный удар. По слухам о том, что в городе Магнитогорске отдыхать негде. Оказывается, есть где. Вот здесь, в банном комплексе, в бане на Малиновой. Конечно, и честно говоря, возвращаешься из этого комплекса домой с легкой грустью. Опять ставить машину на парковку, опять же, надо где-то ее мыть. Здесь, кстати, парковка охраняемая, а мойка круглосуточная. Здесь тишина и покой. Здесь нет шумных соседей. И путешествия по вечернему комплексу – это и романтика, и удовольствие. Здесь нет темных, неосвещенных торпинок. Да и в сумерки понимаешь, что здесь течет здоровая, гостеприимная жизнь. Здесь чисто, комфортно и как-то совершенно по-домашнему. И с трудом верится, что все это находится в пределах городской черты. И даже ближе садов западного направления. Редактор субтитров А.Семкин